Часто верующие критикуют атеизм на том основании, что в атеизме, дескать, нет объективной морали. А раз объективной морали нет, то в принципе... Ну, нет, возможно, такие формы атеизма, в рамках которых существует объективная мораль. Сейчас мы не Александра, да, будем критиковать статью. Ну, правда, это еще не критика статьи. Часто верующие критикуют атеизм на том основании, что это неправда. Ну, это правда, что верующие критикуют, но критикуют несправедливо, ну и не всякий атеизм так может критиковать. Возможно, такие формы атеизма, в котором есть объективная мораль. В принципе, всё дозволено. Ну, отсутствие объективной морали не говорит также, кстати, о том, что всё дозволено. Тоже важно понимать, потому что ограничения нашего поведения могут вызываться не только моральными причинами, а, например, юридическими, политическими, причинами нашего страха, я не знаю, ещё чего-то. Ну, вот мы боимся получить пиздюлей по голове, мечом голову отрубить нам могут за какое-нибудь поведение нежелательное, какое-нибудь определённое поведение, может быть, даже не морально обоснованное. Ну и как бы конец отсюда. Завершается всё. То есть, ну, дозволено-то далеко не всё. Если морали нет, это не значит, что всё дозволено. Так они совершают ошибку, полагая, будто объективная мораль есть и в атеизме. На самом деле мораль в атеизме так же субъективна, как и в атеизме. Да. Ну, смотря с чьей позиции, опять же, важно подойти. На самом же деле мораль в атеизме такая же субъективная, как и в атеизме. Что значит объективная, что значит субъективная, да? Так, берём, открываем Google, Google, открываем. Что значит слово «объективная»? У нас есть два способа трактовки слова «объективная». Первый способ трактовки слова «объективная» существующая на самом деле, да, то есть, ну, реальная. Второй способ трактовки слова «объективная», ну, очень часто он используется, это, собственно, независимая от субъекта. Вот. Является ли мораль в атеизме независимой от субъекта? Ну, в большинстве атеистических учений, особенно христианских, да. Вот. Является ли она объективной, как некая, там, отдельная сущность? В более редком количестве случаев, в некоторых христианских учениях, в более маленьком, да, тоже существует. Тут вот есть вот такой вариант, есть такой вариант, вообще ещё много вариантов может быть. Ну, и есть вариант, что она субъективная. Кстати, в атеизме это тоже может быть, вполне, почему бы и нет, соответственно. Нет, в атеизме можно вывести объективную мораль, ну, например, в марксизме вполне себе можно дойти до каких-то объективных моральных началов. Можно дойти. Там можно доиграться до этого. Несмотря на то, что в марксизме всё то, что мы называем моралью, можно назвать настройкой над базисом, да, но, скажем так, если базис будет правильный, и в конечном итоге эта цель у нас коммунизм, да, вот надстройка над коммунизмом, моральная настройка, она может дойти до, ну, практически неотличимого от понятия объективной морали состояния. Да и, собственно, в том же совке к, ну, грубо говоря, к ортодоксии, да, марксистской относились практически так же, как к священному писанию. То есть, там, правильность высказываний, да, правильность восприятия, толкования Маркса, Ленина. Это всё было очень важно, этому посвящалось очень много времени. Правда, вопрос о священности писания Маркса и Ленина стоит несколько немножко по-другому, потому что вообще структурно важно понимать, что Библия, как системообразующий текст, он как бы это один текст, ну, группа, одна группа текстов, не очень большая. Прочитать, в принципе, можно за месяц, если, ну, если ты торопишься, за месяц вообще на изи можно прочитать. А тексты Карла Маркса и Френдриха Энгельса и Ленина, ну, их надо всю жизнь читать. То есть, если Библия строится, ну, Библия и христианство строятся по мотивам текст, куча комментариев разных трактовок, и под трактовками уже там строятся разные системы, то здесь большая группа текстов и позиций людей, которые постепенно меняются, да, то есть живая изменчивая позиция. Немножко по-другому. Манифест коммунистической партии как символ веры. Ну, вот это можно рассмотреть. Но вообще очень сложно рассматривать всю сумму текстов марксистов, тем более, если мы рассматриваем сразу нескольких марксистов. Вот у нас Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, там, Троцкий, Хуёцкий, Заболоцкий, какая-нибудь шутка Заболоцкий, да? Ну, вы поняли. Тут как бы такое некое движение мысли наблюдается, очень активное. Если мы их всех в равной мере рассматриваем как некие иерархически равные источники, ну, или хотя бы Маркса и Энгельса даже с их 64 томами рассматриваем все их книги как равные источники, тут немножко, ну, по-другому ситуация даже в прочтении будет складываться, чем, например, с той же Библией, которая иерархически выше комментаторов, комментариев, хотя комментаторы и комментарии, они очень сильно повлияли на развитие различных отраслей христианства, ну, различных конфессий и так далее, потому что, ну, во многом от комментариев зависит, какой конфессии вы будете принадлежать, да? Смотря какой комментатор вам в данном случае ближе. Утверждение из индикативных и писательных. Этот факт известен как принцип юма. То есть, логически невозможно из утверждений, которые просто описывают устройство мира, сообщают какие-то факты о нем, вывести утверждения, которые предписывают нам, что мы должны делать, как мы должны поступать. Даже если допустить истинность, описательное осуждение о том, что существует бог и он желает, чтобы мы поступали так и не иначе, отсюда еще не следует логически, как нам следует себя вести. Тут многое от определений просто будет зависеть, и чтобы нарушить, собственно, гильотину юма, нам на самом деле достаточно просто какую-нибудь дополнительную посылку ввести. Ну, правда, это, конечно, другой вопрос, что нам придется умножать посылки, и нахуй это надо, с другой стороны, да? Но чисто из должного есть бог, бог говорит, делай так, не значит, что ты должен так делать, да? И даже если ты говоришь, там нам нужна посылка, которая будет содержать как бы вот мостик от должного к тому, что мы делаем. В принципе, это можно избежать, можно составить такое осуждение грамотное, хорошее, в рамках которого гильотина юма работать, по сути-то, ну, не особо будет. Ну, просто надо, да, как-то вот учесть, я не знаю, свиньи чувствуют боль, свиньи чувствуют боль. Убивать созданий, которые чувствуют боль, нельзя, свиней убивать нельзя, например, да, вот, нарушили гильотину юма, получается. Ну, например, да, она что здесь у нас повествует, очень простую вещь, там, убивать свиней нельзя, свиньи чувствуют боль, убивать свиней нельзя. Непонятно, а почему нельзя убивать свиней? А вот если мы посылочку дополнительную пронотим, вроде бы уже и понятно, почему. Все равно людям придется самим вручную вводить сюда предписательную посылку. Люди должны поступать так, как желает Бог. А на чем основана эта посылка? Она основана на воле самих же людей, на их желании, личном выборе. Она не может быть основана на воле Бога, потому что тогда получится порочный замкнутый круг. А если, допустим, я хочу прогневать Бога и вызвать его осуждение, то почему я не должен совершать тот или иной поступок осуждаемый? Автор не шарит, он не делает разницы между представлением об объективной морали и следствиями поведения человека и с тем, что происходит в обществе из этого самого представления. Не делает разницы между этим и, скажем так, вопросом, а существует ли объективная мораль вообще во вселенной? Существует ли она на самом деле? Не, ну тут просто на самом деле Станкевич даже на самом деле, в принципе, здесь и прав. Тут неожиданно, да, мы как бы выступаем здесь в эту пользу, потому что вдруг есть некий эталон морали. Причем важно понимать одно дело, это когда мы подходим к морали, как там диалектики, эволюционисты с точки зрения некого процесса, который так или иначе объективно развивается, а с другой стороны, когда мы подходим к морали как к некому идеальному эталону по типу, не знаю, идей Платона или чего-то такого, как некого универсального абсолютного блага, которое реально существует, да? Вот, тут абсолютно разные, в общем-то, заходы, так скажем, метафизический и диалектический, ну, процессуальный и вечный, условно. И автора вот этими своими выпадами, он на самом деле не разбивает ни один из них. Ну, окей, как-то так. С научной точки зрения. Ну, типа, ты доказать ее существование не можешь, точно так же, как и Бога доказать не можешь, а значит, ну, типа, значит, это все субъективно. Важно здесь то... Ну, я для Александра здесь замечу, что субъективно, и в данном случае, если мы не можем доказать ни того, ни другого, наверное, самая простая гипотеза из всех. Ну, собственно. Если предполагать, вот, ну, вот сама позиция, субъективна ли вера в Бога? Ну, она, скорее всего, интерсубъективна, если мы еще дополнительную, да, категорию здесь изобретаем. Ну, она, скорее, вот так, интерсубъективна. Но она и субъективна, прежде всего, потому что мы ее сами в себе там проживаем, там, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь вот эта вот субъективность, она будет играть определенную роль. А если что-то за пределом этой субъективности, ну, мы, как бы, доказать не можем. А хотелось бы. Ну, как бы, да, возьмем так, давайте судить от того, как минимум оно есть. Как минимум она субъективна. Потому что и мораль, как минимум, точно субъективна. В ней есть субъективные черты по-любому. Там, способы ее принятия, способы ее применения. Но она по-любому вот как минимум субъективна. Вопрос, как максимум, есть ли объективная мораль, и можем ли мы соотносить свою субъективную мораль с объективной, вот уже такой можно здесь заход сделать. Вот. И человек, который говорит, вот мы не можем доказать это, 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 поэтому она субъективна, человек просто пытается придерживаться наиболее, там, не знаю, простой позиции. Ну, типа эстетически это допустимо, так скажем. Нормально так, нормально, эстетически, короче, чел, подошел и решил отдохнуть, да. Если я скажу, что объективная мораль существует, и я в нее верю и говорю, что она возводится к Богу, то в любом случае она не существует где-то во Вселенной, да. Она существует до тех пор, пока существуют люди, для которых, в принципе, актуально наличие этой самой морали, потому что без людей мораль, она также не будет существовать. Несмотря на то, что ее... Тут, кстати, тоже в разных системах может быть по-разному. Вот вопрос, Библия существует за пределами человеческого мира? Кто-то ответит да, кто-то говорит нет. А вот Коран в исламе, он может как существовать, так и не существовать. Даже параллельно Богу, может быть, получается Коран как Слово Божие. Также, например, и, собственно, мораль в платоническом дискурсе, например, вполне может существовать, но не как какой-то объект, а как нечто более реальное, существенное и важное, собственно, как идея. И более того, не просто какая-то там идея, а идея о благе, по сути, потому что моральная идея — это идея о неком благе, да, это идеи наиболее близкие к идее о благе. В таком случае мораль не просто может существовать вне идей, ну, вне людей, она может существовать, ну, абсолютно вне людей, вот прям вот базово существовать, как определенный набор платоновских идей. И тут вопрос, опять же, на пересечении с антологией у нас появляется. Ага, ну и, соответственно, если мы берем всевозможные развороты средневековой философии, ну, многие люди считали, что, ну, не просто какие-то моральные суждения и вещи объективно существуют, а вообще все общие понятия объективно в уме Бога существуют, и назвали данную позицию реализмом, например, что довольно тоже интересно. Что мораль-то, что мораль? Тут вообще все общие предложения в уме Бога существуют. Все обобщающие категории, там, я не знаю, вот у него есть категория, идея стула в сознании Бога, она присутствует на постоянке. Что же ему? Что ему еще и мораль у себя объективно не разместить? Да вообще без вопросов. Бог может. У атеистов очень плохо вот этот момент им удается осознать, какое влияние имеют сами идеи и концепции на человека. Тут проблема даже не столько в атеистах, даже сколько в том числе в самом Станкевичесе, потому что, мне кажется, он весь диапазон идей, внутри даже христианства, по этому вопросу себе представляет в очень таких размытых, в общем-то, чертах. И атеисты-то, например, некоторые разбираются, особенно те, которые разбираются в истории христианства и в христианской философии, а таковых на философских факультетах, ну, плюс-минус, есть, короче. Найдутся, найдутся такие персонажи. Но необразованные атеисты или атеисты, ну, атеисты без специального философского образования, ну и атеисты без религиоведческого образования, им это в основном-то и не особо нужно в этом всем разбираться, им это даже, наверное, в меньшей степени интересно. Приветствую, Скайрайдер. Так вот, по-моему, многие атеисты, такие, знаете, типа, любители просто побыть атеистами, которые начинающие, они просто Библию читают, угорают там с текста, с нарратива, ну и все. А всю остальную традицию они просто, в принципе, не изучают. Впрочем, так делают почти все представители других направлений по отношению к представителям всех прочих направлений. Ну вот как-то вот так вот получается, да. В среднем люди не любят читать тексты своих оппонентов, а если и читают, то самые какие-нибудь там базовые, поверхностные, потом их там здраво так быстро разъебывают, с такими серьезными лицами победителей делают вид, что они всех победили, а их направление, их мысль самая лучшая во вселенной. Ну вот как-то так. Насколько они устойчивы среди людей и насколько они могут быть общими среди людей. То есть даже если люди, допустим... А вот с общностью тут тоже такой нюанс. Потому что одно дело это распространенность тех или иных моральных убеждений. А другое дело это объективная мораль, какая она в идее Бога заложена. Потому что чисто фактически, если мы посмотрим, ну давайте, я не знаю, взглянем на китайцев. Китайцы. Совершенно другой народ, совершенно другая культура. Свойственны ли им такие же моральные убеждения, которые свойственны нам? А вот индусам свойственны ли? Или еще каким-то там народом пройдемся? Там индейцам майя свойственны? Там ацтекам свойственны были? Ну и так далее, так далее, так далее. Если мы посмотрим на разные культуры, мы вообще, наверное, обнаружим, что каких-то общих моральных убеждений, ну если... Ну вообще, наверное, нет совсем. Нет совсем. Более того, даже внутри одного и того же общества мы обнаружим, что у разных слоев нередко распространена разная мораль. Как Ницше писал, мораль рабов и мораль господ. На самом деле, несколько тоньше, наверное, можно сказать, что есть мораль, допустим, монархов, которая была, допустим, распространена в некоторых регионах. Да, если ты монарх, ты, скорее всего, будешь придерживаться вот какой-то такой модели поведения, плюс-минус. А есть мораль людей пониже, каких-нибудь сюзеренов таких, да. Есть мораль уже там сюзеренов у этих сюзеренов. Мораль двора какого-нибудь приближенного. Мораль уже крестьян каких-нибудь. Она несколько разная будет. Кто-то где-то когда-то, кого-то может убивать. Монарх может вообще всех убить, если захочет. То есть, соответственно, да, если монарху вообще позволено кого угодно убивать и кого угодно на смерть отправлять. Конечно, наверное, не очень хорошо всех убивать и всех на смерть направлять. Но такая возможность, по крайней мере, имеется. Распоряжаться жизнями очень-очень широко. Ну и, например, какой-нибудь дворянин, ну, наверное, в среднем не может распоряжаться жизнью тех вышестоящих каких-то персонажей и других дворян. Но зато ниже стоящих иногда может. Ну и то может зависеть от разного времени, эпохи и так далее, так далее, так далее. То есть тут нюансов с моралью много. Не только в рамках разных культур, но и внутри одной культуры мораль очень по-странному распределяется. И поэтому найти какие-то общие моральные ценности у всех людей, мне кажется, практически невозможно. Даже уже на уровне убивать, убивать и убивать или не убивать. Легко видеть, что это заключение принципиально не отличается от следующего. Если ты будешь перебегать дорогу на красный свет... Но с Танкевичем согласен, автор статьи написал хуйню. ...тебя может сбить машина и ты умрешь, или тебе будет плохо. Поэтому если ты не хочешь умереть и не хочешь, чтобы тебе было плохо, тебе не следует перебегать дорогу на красный свет. То есть и там, и там, и там в мире существует некий фактор, который может убить нас или сделать нам плохо, если мы будем совершать определенные поступки. Поэтому наше принятие императивного утверждения, предписывающего нам вести себя так и не иначе, основно на нашем субъективном желании жить, и чтобы нам не было плохо. А не на воле какого-то высшего существа. Ну, на самом деле, вывод высосан из пальца, даже если принять за правду то, что... Ну, на самом деле, он мог бы, автор статьи, сделать здесь заход немножко с другой стороны, если бы он начал трактовать это как состояние отдаленности от Бога. Ну, в принципе, да, вы считаете субъективно, что вот отдаленность от Бога это плохо, и вы не хотите отдаляться от Бога, потому что вам там будет, ну, нехорошо. А если вы будете на более высоких уровнях бытия, то вам будет хорошо, лучше, да, вот тоже субъективность можно здесь было бы подчеркнуть с точки зрения автора. Но все же основная проблема заключается как со стороны, например, Станкевича, так и со стороны автора в том, что они очень узко понимают проблему объективной морали, и разделение вот автором на объективную и субъективную мораль автора статьи, да, оно нерелевантно на самом деле. То есть он пытается доказать, что в теизме, в теизме, в теизме, да, нету никакой объективной морали, потому что она субъективная, да, потому что она субъективная, потому что вот люди субъективно так-то решают. Ну и мало ли как они решают. То есть они решают в таком случае аморально. Чтобы человек не решил против Бога, если есть объективная мораль, есть Бог, и он ее объективно у себя в голове как идею содержит, все это просто будет автоматически становиться аморальным. Что бы он не выбирал, как бы он не поступал. Автор статьи здесь несколько путает некоторые релятивистские заходы в сторону морали. Релятивизм часто субъективизмом, в общем-то, приравнивается к субъективизму морали, если что. А вот в теизме, да, и как вот там, в общем-то, защищается объективная мораль, здесь важно вот это вот подчеркнуть, что она там имеет эталонный характер. Есть вечная, неизменная, абсолютная, ну, мораль, в соответствии с которой вы либо поступаете и получаете приближение к Богу, антологические преференции, да, либо отдаляетесь, собственно, от Бога. Ну, прям мораль даже в антологию мира, получается, вписана. Мораль является таким сводом правил, которые потом будут отвечать за ваш последующий антологический статус. И даже не только последующий, но и в вашей жизни будут решать ваш антологический статус даже сейчас, скорее всего. Вот. Во-вторых, мораль в теизме субъективна, потому что сама вера в Бога субъективна. Ладно, а весь предполагается, что для обоснования объективной морали... Ну, вера в Бога реально субъективна, но от этого не следует, что мораль субъективна. То есть от того, что вера субъективна, это, во-первых, не значит, что Бога нет. Это первый пункт. То есть вера-то, она реально субъективна, потому что это определенное переживание и даже отчасти состояние, которое, ну, ну, реально, блядь, субъективно. Может быть, оно базируется на некоторых объективных вещах, а может быть и нет, другой вопрос уже совершенно. Но вера субъективна, как минимум субъективна, сто процентов, как минимум она субъективна. Является ли она чем-то большим, это хороший вопрос, но его мы пока здесь приоткрывать не будем. Но даже если вера субъективна, это не значит, что Бога нет. А если он есть, у него в сознании есть объективная мораль, например, значит мораль объективна, вне зависимости от субъекта. Представьте себе, да? Ну, ладно. Нужно признать существование Бога. На это самое существование Бога, ну, это то же самое, опять же, как сказать, что субъективно существует электричество, да? Ведь предполагается, что для обоснования объективной морали нужно признать существование Бога, но это самое существование... Нет, здесь Станкевич, видимо, тоже не понял основную проблему. Ну, вера, это реально субъективный акт. Он внутренний, он нам принадлежит конкретно. Мы реально выбираем, верить или не верить. Правда, от того, верим мы или не верим, от этого не особо зависит существование и несуществование Бога. И, ну, ввиду этого, опять же, автор статьи вообще стреляет просто, блядь, в небо куда-то. Я не знаю, зачем. Ну, ладно. Существование Бога ничем объективно не доказано. Оно просто принимается на веру или не принимается, в зависимости от личных субъективных предпочтений. Ну, когда как, на самом деле. То есть, можно пытаться доказать бытие Бога, искать разные аргументы. Есть там средневековая и несредневековая разная философия, есть разные, там, не знаю, аргументы в пользу существования Бога. Может, они все не окончательно убедительны. Но я вам более того скажу, у нас нет абсолютно убедительных даже доказательств в пользу научного дискурса, по сути. В пользу того, что эмпиризм это адекватная, релевантная форма познания, мы его тоже, можно сказать, приняли на веру, как бы, да. В кавычках на веру, в общем смысле не в христианском. Но есть определенные аргументы в пользу эмпиризма. Также есть определенные аргументы в пользу теизма и существования Бога. То, что его вообще не пытались доказать, это ложь. И многие люди, кстати, рациональные теисты, и нередко они именно ведут своего рационального теизма и становились теистами. Так что здесь все довольно тоже неоднозначно. Уже сказано к этому. Последний абзац. В-третьих, потому что никто не может объективно проверить и доказать, что, опять же, тоже неплохо, значит, объективно проверить и доказать. Как? В лабораторных условиях или как? Что Бог действительно давал те или иные моральные нормы. Поэтому вера в то, что данный Бог... От него вообще не имеет значения. Главное, имеет представление о том, что он их дал. Поэтому вера в то, что данный Бог дал данный набор моральных норм, и именно этих, а не каких-то других, это тоже субъективная вера. Понимаете, дав ли Бог на самом деле когда-то Моисею на горные заповеди или не давал, и мы просто считаем, что так было, вообще не влияет на последствия. То есть, в принципе, для того, чтобы человек себя вел в соответствии с заповедями, данными Моисею Богом на горе Синайской, достаточно просто верить в то, что это произошло, а не то, что это на самом деле произошло. Вот это вот до атеиста до этого никак не доходит. Не, просто на самом деле, да, вот действительно многим просто атеистам следует, наверное, изначально разъяснить понятие веры. И на самом деле надо, когда вы спорите с христианами, если вы хороший, грамотный атеист, надо подходить к христианам не так, как вы подходите, например, к мусульманам. Или подходить к христианам не так, как вы подходите даже к буддистам, наверное, потому что здесь совершенно другой заход, хотя и буддистов обычно атеисты тоже нихуя не понимают, но это уже другой вопрос. Потому что вообще грамотный христианин, он, скорее всего, освоил Канта, и вы ему говорите, бытие Бога не доказать. Ну, да, критика чистого разума, мы, в принципе, знаем, что не доказать, но мы как бы не за доказательства и не за знания, мы за веру. Дядька, дяденька, прочитайте, что такое вера, пожалуйста, да, будьте добры. Вот. И здесь действительно многие атеисты вот эту штуку не прочухивают, и они пытаются делать вид, что христианство это тупо наука, которая тупо пытается доказать какие-то свои утверждения. Да ну. Или философия полноценная во всех своих проявлениях и всегда и во всем, и за всем, и так далее. Но христианство, оно, как и содержит в себе ряд философских элементов, с одной стороны, с доказательствами, с попытками там все вот это вот сделать, так и с другой стороны, христианство, оно базируется на вере, и христианство очень легко принимает агностические формы. Причем с очень небывалой легкостью. В отличие от подавляющего большинства религий, христианство вел очень просто взять, ну, христианину просто стать агностиком. И это никак не меняет ничего в его жизни, буквально. Парадокс. Это самый главный парадокс христианства, да, хороший, позитивный, который делает его очень удобным для контраргументации, который делает его сложным для понимания оппонентами, да, который делает его практически, ну, не то чтобы непобедимым, но очень сложным для атаки с разных сторон. Это возможность с очень большой степенью легкости, без практически каких-либо изменений, принять тотальный агностицизм. Вот это и есть самая парадоксальная часть и мощное христианство, которое делает его, ну, крайне выживабельным в разных условиях. Причем, ладно, не все формы христианства так могут, наверное, но многие, и это реально сила. Не обязательно, вообще никакой разницы нету, так это или нет, вообще без разницы. Он все пытается нащупать именно объективную мораль где-то как вот материю какую-то, которая где-то там есть, которую можно взять вот так под микроскопом посмотреть. Хотя мораль это всегда про людей, то есть мораль существует только у людей, все, нет ее больше нигде. В ней нет смысла... Не, ну, кстати, вполне возможно, что вот такие теистические трактовки, которые сейчас продвигает Станкевичус, они допустимы, и, возможно, в какой-нибудь теологии они есть, в христианской, я имею в виду, да? То есть совершенно не исключено. Просто здесь есть еще множество других нюансов и множество других позиций. В ней нет смысла вне человеческого существования. Потому что, например, безжизненная вселенная, если в ней нет никакой жизни разумной, да? Просто камни, да, в вселенной того или иного состава плавают, да? Какой смысл здесь в этой морали? Где ее здесь можно найти? Понятное дело, что ее здесь нет нигде. Так она не во вселенной. Бог, кстати, тоже, скорее всего, не во вселенной. Ну, по крайней мере, по ряду трактовок. Бог, по многим трактовкам, за пределами времени и пространства обитает там в вечности. Он и сам это в вечности есть, по сути. Вот. Ну и, соответственно, если мы так говорим, она, ну, собственно, в уме Бога. В вечном уме Бога она вечно, как идея Бога в том числе, может быть. Это известно только одно разумное существо, которое когда-либо являлось и, в принципе, может являться автором моральных норм. Это сам же человек. Следовательно... Ну, зависит от определения морали в данном случае. Действительно. Опять же, зайдем к тому, что мы конкретно считаем моралью, что мы считаем, собственно, моральными убеждениями, да, и моральными концептами, и как мы вообще с этим работаем. И что является, собственно, авторством, да, в данном случае. Я вот, кстати, как человек, который говорит, что там язык это изобретение, много там еще чего-то изобретения, я, например, не до конца, ну, как говорит, отстаивает такую позицию часто. Я в этом не убежден, конечно, но отстаиваю позицию такую довольно нередко. Так вот, я вполне допускаю, что и у животных, например, могли бы быть какие-нибудь там протоязыки. И, может, даже вообще не человек изобрел язык как таковой. Может быть, язык был изобретен какими-нибудь предками человека, допустим. Почему бы и нет? Это дело здесь даже, ну, короче, много здесь всяких разных нюансов в разных позициях. Но вы знаете, вы знаете мой плюрализм, ребята. Все эти моральные нормы вводятся в культуру и субъективно принимаются или не принимаются самими людьми, но для придания этим нормам авторитетности и по некоторым другим причинам иногда они приписываются. Не, Александру, по-моему, категорически не хватает каких-то философских изысканий, в общем-то, даже в рамках христианства. Ну, потому что реально Васил прям намного сильнее. Васил бы эту статью просто разжевал бы и выплюнул. Ну, причем в качестве достаточно. Когда речь идет о нападках на христианство, Васил, в принципе, довольно достойно обычно выступает. И вот Александру Станкевичесу, который обычно с точки зрения экономики, истории, многие вещи разбирает и, возможно, в этом силен. Ему вот с философией, около философии христианства ему действительно сложновато здесь. Видно, видно, да, колоссальную разницу между христианином с хорошим философским образованием и с христианином без такового, безонного. И без опыта в теологии, соответственно. Потому что нормальный теолог, он, ну, хороший миссионер христианства, ему лучше знать философию. Потому что философия европейская, как я уже сказал, очень, ну, очень христианизированная. И в ней очень много разных аргументов, которые позволяют иметь дело с всевозможными позициями против христианства. Да. Если человеку хочется... Для христиан философия прям незаменимое оружие, которое на протяжении многих веков прямо нарабатывало контент просто безостановочно. Поэтому философии немало христиан, оказывается, да. Ну, или около христиан всяких там философствующих персонажей, у которых позиция очень похожа на христианскую. Продолжение следует...